В эфире телерадиокомпания «Альтекс.Медиа» программа «Момент прозрения». В студии Юлия Скутина. Здравствуйте. В деревне Родники в храме Вознесения Господня состоится первое богослужебное мероприятие после его разрушения в далекие годы Гражданской войны. Подробнее о приближающемся событии сегодня поделится наш гость, отец Николай, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца села Миронова. Здравствуйте, отец Николай. 26 августа в деревне Родники в храме Вознесения Господня пройдет мероприятие, богослужебное мероприятие. И вот хотелось бы узнать, что это за мероприятие, к чему оно приурочено и с какой целью оно будет проводиться. День добрый. Я бы, наверное, выразил, с вашего позволения, именно так, к чему посвящены эти мероприятия. У нас история, как бы, 17-го года у нас существовали вот эти храмы, да. Потом произошло разрушение храмов и расстрел священников, которые служили именно в этих храмах. И в этих храмах были Вознесения Господня, именно непосредственно села Родники, тогда она называлась Клепининая Лягушина, старые исторические названия. И был расстрелян пресвитер Константин Попов, который не отрекся от веры, когда большевики к нему приступили, собственно говоря, и сохранял свою веру Христову. И русская православная церковь на соборе 2002 года причислила к лику святых. И, собственно говоря, церковь ныне сегодня молится священному ученику Константину Попову как к святому. Вот, потому что он святой. Вот как святитель Николай, преподобный Сергий Радонежский, вот именно Константин Попов является именно святым в сонме русских православных святых. Как и Сергий Радонежский, вот, который мы всем почитаем, Бориса и Глеба, святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, вот праздница, которые недавно отмечали, святой равноапостольный князь Владимир. Они стоят в одном ряду, вот именно с этими святыми, за их вот именно мученический подвиг, что они не отвергли с Христа и сохранили свою веру до конца. И посему мы их почитаем. Собственно говоря, 26 августа у нас память святого мученика, новомученика Константина Попова. Также попутно у нас будет память именно святых священномучеников Иоанна Шишова и Иосафа Панова, которые тоже в тот же день с ним приняли мученическую кончину. И как бы вот в этот день мы посвящаем память вот этим трем новомученикам, которые были умучены, собственно говоря, в 18-м году, в августе месяце. А сегодня вот скажите, в каком состоянии храм деревни Родники? Храм Вознесения Господня, ну, на данный момент, ну, стоит, так скажем, полуразрушенный. То есть там местами провалена кровля, местами проросли деревья березы, собственно говоря. Не имеется кровлевого покрытия, но находится, так скажем, в плачевном состоянии. Достаточно плачевном состоянии. Если не предпринять какие-то меры, шаги по консервации, собственно говоря, по крайней мере, на данный момент говорим о консервации здания, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, то храм, ну, в ближайшем будущем может превратиться в такие же руины, что и Мироновский храм, то есть центральную часть, если вы знаете, как местные жители, утеряно как таковое, разрушено и погодными условиями, и трудами местных жителей там, и, собственно говоря, тех аграрных предприятий, которые занимали, так скажем, территорию этого храма под какие-то другие нужды. Вот и нынешний момент он лучше, более сохранности, нежели Мироновский храм, храм вот именно в селе Родники, но нужно предпринимать сразу, вот именно, говорю, как есть, меры сразу по консервации, чтобы, так скажем, предотвратить дальнейшее разрушение храма. Храма. Непосредственно в селе Родники, ну, если быть более прямолинейным в этом факте, там, собственно говоря, всего где-то около шести дворов жилых, может побольше шестеро-десять возьмем. Ну, то есть население немногочисленное этой деревни. Население вообще практически нет. То есть, получается, и восстанавливать некому. Восстанавливать всегда найдется к кому. Было бы главное, чтобы это было воспользовано, вот именно здание, чтобы оно, так скажем, было использовано по назначению. И, знаете, думаю, так, мое глубокое убеждение, что если Господь все-таки повысил на этом месте быть святому храму, ну, значит, место этому существует. И, значит, нам надо, ну, как хочешь, не хочешь, а нужно возрождать эту святую. И, знаете, обратно мое такое убеждение будет, если мы начнем возрождать храм, у меня такое ощущение, что у этого храма начнут появляться новые дома. То есть с возрождением храма возродится и деревня. Да, конечно, безусловно. Потому что таких деревень без храмов я видел вообще там ни одного человека. Когда храм под ноль разрушен, никому он не нужен, ничего, то и деревни как таковой нет. И она вымирает, и все выезжают, и ничего нет. А если храм будет, и там будет не только, так скажем, какая-то такая сельская жизнь, да, такая вяло текущая, но и жизнь, собственно говоря, духовная, я просто-напросто, я убежден, и деревня потихонечку начнет расти. Потому что деревня, так скажем, по преданиям, она была большая, весьма не такая вот именно, которая нынешняя современная картинка. Предстоит нам, когда мы едем по трассе, мы видим, стоит, возвышается храм и десяток разрушенных, полуразрушенных домов. Все, с левой стороны там какая-то разрушенная ферма, все останки, так скажем, все. А храм будет, и будет эта жизнь, и будет все возрождаться. Давайте вернемся вот к тому событию, которое запланировано, то есть то мероприятие богослужебное, которое пройдет в этом храме, то есть оно пройдет на территории самого храма, вот в таком состоянии, какое он есть, или как вообще будет проходить вот это мероприятие? Само, так скажем, это богослужебное мероприятие, в кавычках берем, будет божественная литургия, если более прямолинейно выразится, будет совершаться в стенах этого храма, как совершалось оно до закрытия храма и его осквернения. То есть там поставится временный престол, временный жертвенник воздвигнутся, временные, ну иконы поставятся, потому что иконостас на данный момент нецелесообразно какой-то даже и временный возводить. Установятся иконы, поставятся такие переносные какие-то подсвечники, и будет совершаться вот именно богослужение, как оно совершалось, еще раз повторяюсь, до сквернения, то есть там будут служить священники. Это, я подчеркиваю, это будет первая божественная литургия после закрытия и осквернения храма как таковой. Ну, так скажем, грубо округлим, в 30-м году был закрыт этот храм и прекращена всякая богослужебная какая-либо деятельность, что в храме Вознесения Господня, что в храме Георгия Победоносца в селе Миронова. Там будет проведена божественная литургия, посвященная новомученикам. Потом планируем провести крестный ход от этого храма до поклонного креста, мраморного установленного, на месте убиения двух священномучеников, Иоанна и Иосафа, которые служили на тот период, именно в Мироновом месте ихнего расстрела. Там будет совершен малый молебень, и потом движение крестного хода продолжится до Георгиевского храма. Там в храме будет совершен общий молебень всем святым, прославление, ну и, собственно говоря, как бы так скажем, от погени некоторого праздника будут милостью Божию, подчеркиваю. А в храм принесены от Георгия Победоносца частицы святых мощей, святого великомученика Победоносца Георгия. Будет совершен крестный ход до креста. Кем был установлен этот крест? Вначале там был установлен деревянный крест, потом были волонтеры из Екатеринбурга, могу даже фамилию сказать. Да, 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 да. Исторически он немножко был сдвинут, как говорится, потому что, если исторические факты, учитывать, что они были расстреляны в лесу, во враге, то есть сокрытом, там, как бы, собственно говоря, учитывая, что там неудобны подъезды, подходы, как бы немножко этот крест сдвинули людей, потому что, ну, как бы, так было решено не мною, до меня. Ну, принимали волонтеры, жертводатели из Екатеринбурга. Непосредственно участие принимал протеерей отец Александр Сандырев, настоятель Георгиевского храма в городе Екатеринбурга. Вот, они принимали вот это деятельное участие в этом вот именно установлении памятного креста. А кто будет проводить вот все эти службы? Ну, собственно говоря, как настоятеля, окромляющий приход его имя в честь Вознесения Господня, я, собственно говоря, благочинный нашего округа Ирия Дионисий Карипанов, духовенство нашего благочиния, плюс отца Александра Сандырева пригласили. Ожидается, что еще священники с других благочинений приедут, ну, может, порядка, может, шести свистом, ну, это, так скажем, по подсчету шести, может, плюс там это, ну, семи-восьми, там фарьируется, кто сможет приехать людей вот именно на эти торжественные мероприятия. Конечно, будут прихожане из всех окрестных сел, то есть, самого Миронова, Бучина, Слипина, Слипина, да, самого родники. Потом ожидается у нас еще потомки священномученика Константина Попова, его внучатый племянник. То есть, если он и дедушка, они были родными, братьями с Константином Поповым. Там, вроде как, два внучатых племянника должны приехать. Все, вот, как говорится, там еще ожидаются гости, люди, есть всегда с Богом, и люди пожелают с города приехать, пожалуйста, потому что, я подчеркиваю, наверное, отмечу, что будут в храм Георгия Победоносца принесены мощи святаго-великомученика и Победоносца Георгия. А это, поверьте, у нас это событие весьма-весьма замечательное и знаковое, потому что в храм Георгия Победоносца приезжает сама частица его святых мощей. Вот, и как бы будет большое стечение духовенства, и надеемся, что и прихожане, и просто молящиеся верующие люди почтят своих новомучеников. Потому что, ну, мы с вами же чествуем героев, да, кто получает, допустим, звезду, героя Российской Федерации. Ему полагаются какие-то, собственно говоря, льготы, какие-то там, даже я как-то читал, на малой родине устанавливается бьюст, бронзовый бьюст, вот, герои, вот, именно Российской Федерации. Все, мы как бы чествуем героев. Эти мученики, мы чествуем их подвиг, мы чествуем их, вот, именно чистоту пред Богом, мы чествуем их твердость веры, потому что они приняли мученическую кончину, они приняли достаточно серьезные такие страдания. А зверелые убийцы бросаются к нему, к отцу Константину, стаскивают его с коробки, бьют его, мучают, наконец, прокалывают штыками, не штыком, а именно штыками, сколько сразу вот этих вонзилось штыков в его тело. После этого красноармейцы поглумились над телом священника, ну, то, так скажем, наверное, составитель, так скажем, умолчал, те вот зверства, которые проходили вот это уже глумление над телом священника мертвым, и бросили его в падинник, куда крестьяне возили дохлую скотину, и запретили местным жителям его хоронить. То есть вот какой человек принял за то, что он призывал священному ученику Константин Попов к любви, к добру, к нетворению зла, к противлению греху, к состраданию, его за это убили. И, ну, вот как сказать, он заслуженно получил эту смерть? Нет, наверное, все сказали, конечно, не заслуженная смерть. Как этот священник призывает к добру, да, а его берут просто и кинжалами, штыками убивают зверски, да. Вот и в действительности, и мы с вами почитаем его подвиг, хотя он может быть для нас, современников, не так уж и может быть и будет видим, да, так скажем, на фоне каких-то последних событий, да, как-то мы не особо оценим это. Но в действительности это подвиг, это подвиг состояния священника до конца за веру Христову, за Бога, за чистоту, за Русь, вот именно ту православную. Все, потому что революция, она не щадила никого. И вот русская православная церковь в знак благодарности подвигу этого священнику канонизировала его. И не канонизировала не для того, чтобы какой-то там создать иконостас новых святых, нет, а именно почтила, еще раз подчеркиваю, за его подвиг. И мы с вами, вот мы с вами, все граждане, то ли Артемовского, там, так скажем, города, то ли села Покровского, Була-Наша, либо деревень, так скажем, входящих в Артемовский округ, мы должны почитать святых, потому что ихней кровью искупились наши грехи. Ихней кровью восстанавливается ныне православная церковь. Ихней кровью, ихней молитвой, ихним жертвенным подвигом мы с вами живем. Потому что Господь, вот именно ради ихней крови пощадил Россию и не развалил ее до конца. Хотя Россия, если брать исторически, посмотрите повнимательную эту историю, да, революция, потом что после революции происходит? Гражданская война. На Россию нападают со всех сторон. Всякие. И каждый, там, каждый человек, там, что на что гораст. Те, какие-то определенные республики, там, Юденич, Деники, ну, Сколчак, ну, со всех сторон. Там интервенты, чехи, китайцы, латышские эти стрелки, так скажем. Они все терзали тело многострадальной России. И сейчас продолжается же это, но ихними молитвами Господь вот именно спасает и ихней кровью. И еще раз подчеркиваю, ихними жертвенным подвигом вот именно Господь спасает Россию. И поэтому наша вот именно с вами задача – почтить их. И не то, что какие-то там венки возложить, какие-то дифирамбы, а почтить и молитвенно к ним обратиться, чтобы они за нас. Хотелось бы подчеркнуть, что это первая божественная литургия, вот именно, которую говорил, но еще раз подчеркиваю, первая божественная литургия со времен осквернения храма и закрытия его. Храм подметен, почищен, сейчас траву косим вокруг храма. И, ну, так, подготавливаем, так скажем, богослужебные мероприятия. Когда будут проходить эти мероприятия, богослужебные в деревне Родники, то есть в каком часу начнется богослужебное мероприятие и когда будет проходить крестный ход? Тургия, начало божественной литургии в храме селе Родники Вознесения, в честь Вознесения Господня начнется в 9 часов утра. В 11 часов у нас выдвигаться будет крестный ход из храма Вознесения Господня в селе Родники по направлению села Миронова до Поклонного Креста. У Поклонного Креста мы останавливаемся и совершаем молебень святым новомучеником Иоанну, Иосафу и Константину, так скажем, пресвитером Мироновским, называем, потому что Родники, как таковой, он есть, но еще под знаковым вопросом, если возродится, Константин будем называть пресвитером Мироновским, так скажем. И после этого крестный ход направится в сам храм святого великомученика и Победоносца Георгия. Кстати, тоже как-то связано, что он великомученик тоже принял мученическую смерть. И там будет совершен молебен святому великомученику и Георгию Победоносцу. И там люди все смогут еще в этот день приложиться к мощам святого великомученика и Победоносца Георгия, что еще раз подчеркиваю, весьма редкое явление. И, поверьте, не каждый храм, это я уверен, обладает частицей святых мощей. Но вот Господь вот именно сподобил, что в наш храм прибудут частицы святых мощей. И в этот день можно будет поклониться мощам святого великомученика Георгия Победоносца Георгия Победоносца Георгия. В ноте мне бы хотелось завершить наш выпуск программы. От всего сердца благодарю вас за такую информацию, полезную информацию для телезрителей. Всего доброго, до свидания. Вам, в свою очередь, тоже большое спасибо, что вы приглашаете, что вы продолжаете с нами сотрудничать, помогаете нам тоже, хоть мы не в прямой, но тем не менее косо, но помогаете нам нести свет в крестовку. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания. На этом программа «Момент прозрения» подошла к своему завершению. Я напоминаю, что гостем студии был отец Николай, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в села Миронова. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok